23 сентября прошлого года практически всеми информационными агентствами было передано сообщение об открытии сверхсветовых нейтрино а дальше начались вещи гораздо более странные 24 25 сентября объекты подобные большому адронному коллайдеру закрываются на ремонт или на профилактику 25 26 сентября были закрыты практически все европейские парламенты а руководители европейских стран и америки исчезли в неизвестном направлении политическая жизнь замерла практически на неделю после недели молчания началось вялое обсуждение об этом открытии в прессе высказывались предположения об ошибочности эксперимента в ноябре было произведено уточнение сентября ских данных и было получено значение в задержке сигнала 57 наносекунд вместо 60 то есть свет шел на пятьдесят семь наносекунд медленнее чем нейтрино на дистанции 700 километров между большим адронным коллайдером и детектором нейтринов грансаса в январе марте 2012 года были сообщения о давлении прессы и не установленных лиц на руководителя проекта антонио эредитата и его сотрудников а также на их семьи от них требовали отказаться об от данных которые они получили 30 марта 2012 года эредитата не выдерживает давление и уходит в отставку вместе своим заместителем 8 июня в прессе распространено окончательное опровержение о существовании сверхсветовых нейтрино было утверждено что причиной ошибки является плохое соединение в оптическом кабеле причина я думаю надуманная потому что за четыре года измерения этот кабель неоднократно менялся разъединялся соединялся и ничего подобного не было вселенная однородно и скорость света постоянная величина именно эти два постулата являются фундаментом специальной и общей теории относительности энштейна весь мир знает что альберт энштейн нобелевский лауреат и мало кто сомневается в том что эту премию он получил за создание специальной и общей теории относительности французский математик и физик жюль анри панкаре и голландский физик хендрик антон лоренц эти двое ученых в течение нескольких лет совместно работали над созданием общей теории относительности именно панкаре выдвинул постулат куб однородности вселенной и постулата скорости света а лоренс вывел знаменитые формулы немецкий физик еврейского происхождения альберт энштейн работая в патентном бюро имел доступ к их научным работам и решил назвать новую теорию своим именем он даже сохранил в своих теориях относительности имя лоренца основные математические формулы в его теории носят название преобразования лоренца но энштейн не уточняет какое отношение к этим формулам он имеет сам а имя панкаре которую выдвинул постулаты не упоминает вообще сам панкаре за пять лет до гильберта на 895 году опубликовал теорию относительности за 10 лет до энштейна и энштейн прочитал работу панкаре и добавил недостающие в ней формулы и это и есть работа энштейна 905 года но в ней нет ссылки на панкаре ссылка энштейна на панкаре появилась в 940 по моему или даже позже году когда он стал вспоминать историю как это было и говорил конечно я очень сильно использовал панкаре но почему-то по молодости лет не процитировал плагиата попросту воровство энштейна и скандал разразившийся вокруг этой теории не позволили нобелевскому комитету выдать ему премию выход нашли очень простой энштейну присудили нобелевскую премию за открытие второго закона фотоэффекта русский физик столетов александр григорьевич года жизни 1830 1896 открывший сам фотоэффект никакой премии не получил в то время как энштейна наградили за изучение второго закона фотоэффекта нобелевский комитет видно посчитал что две нобелевские премии для одного открытия многовато и решил выдать только одну гениальному ученому альберту энштейну а то что само открытие сделал русский физик столетов это уже мелочи на которые не стоит обращать внимание таким образом был создан образ гения всех времен и народов и теперь практически любой человек уверен что нобелевскую премию альберт энштейн получил за свои великие специальную и общую теорию относительности скорость света постоянно является константы и максимальной скоростью движения материи во вселенной и равна 300 тысячам километров в секунду без этого условия преобразование лоренца превращаются в бессмыслицу так как при скорости движения материи и даже света со скоростью больше чем 300 тысяч километров в секунду согласно этим уравнением даже масса фотона становится бесконечной в 2000 году доктором наук лю джин ванг в исследовательском институте в принстоне был проведен следующий эксперимент световые импульсы пропускались через емкость наполненную специально обработанным газом цезия скорость световых импульсов оказалась в 300 раз больше чем допустимая скорость из преобразования лоренца то есть достигала 90 миллионов километров в секунду том же году в италии другая группа физиков из итальянского национального совета по исследованиям своих экспериментах с микроволнами получила скорость распространения их на 25 процентов больше или почти 400 тысяч километров в секунду чем допустимая скорость по альберту эйнштейну из преобразования лоренца следует что если скорость света или другого материального объекта хотя бы на один миллиметр в секунду превысит скорость в 300 тысяч километров в секунду масса станет бесконечной другими словами в приведенных выше экспериментов масса фотонов и микровол должна быть больше массы любой черной дыры и согласно этим формулам наша планета должна была бы сама превратиться в супер черную дыру это то что следует из формул теории энштейна и несмотря на это во всем мире продолжают изучать и в школах и в институтах с университетами теории альберта эйнштейна как теории отражающие реальность запущена оттуда пучок элементарных частиц нейтрино неожиданно для самих испытателей превысил значение скорости света чего согласно все тому же энштейну и современным представлениям об устройстве вселенной просто быть не может а вдруг все таки можно обогнать свет и отправиться в прошлое а теперь экспериментаторы взяли и расшатали устои привычного мира шутка ли они разогнали пучок нейтрино так что элементарные частицы в нарушении всех правил современной науки превысили допустимый предел скорости специальная теория относительности энштейна гласит что никто и ничто не может двигаться быстрее света величина его скорости заложена в формуле эквивалентности массы и энергии известная каждому сантехнику и равняется mc квадрат на этой формуле строится стандартная модель мироздания а физики исцерна поставили ее под сомнением настолько не настолько неожиданно настолько удивительный результат что если он окажется правильным и подтвержденным то это будет революция физики объяснить явление приняв его за истину никто пока не берется поскольку полученный эффект явно противоречит общей принятой теории если эйнштейн не прав придется менять представление обо всем на свете от большого взрыва до черных дыр по теории эйнштейна частицы не могут двигаться быстрее скорости света на этом строится наше представление о времени и пространстве и если получены другие результаты то значит реальность устроена совсем не так как мы предполагали теперь есть шансы что теорию относительности эйнштейна простоявшую сто лет придется переписать ритц чисто математически показал несостоятельность преобразования лоренса для ускоряющихся частиц он прекрасно понимал что потенциал частиц под потенциал частицы выстраивается за определенное время а преобразование лоренса предполагают что он выстраивается мгновенно на самом деле работа ритца 1908 года была смертельным приговором теории относительности но к сожалению этой работой ритц вызвал и смертельный приговор саму самому себе в этом же году он попал в клинику где скоропостижно скончался такая же участь ждала его учителя минковского он также скоропостижно скончался в той же самой клинике энштейн свое время рассказал прессе что результаты миллера по измерению эфирного ветра объясняются колебаниями температуры в измерительной техники естественно что это замечание энштейна было подхвачено прессой замечание ничем не обоснованы потому что миллер проводил свои эксперименты 24 года более 200 тысяч отсчетов тысячи раз интерферометр поворачивался было измерено не только значение скорости эфирного ветра но его галактическое направление но тем не менее это замечание энштейна сработало и вся мировая пресса написала что миллер провел ошибочные опыты и вскоре о них забыли попытки ученых продолжать работы в этом направлении пресекались быстро и жестко чего стоят странные смерти сотен известнейших физиков среди которых сам пуан каре были убиты и талантливые русские экспериментаторы филиппов и пильчиков и наконец разработан план по устранению из физики самого понятия эфир для этого был создан проект под названием специальная теория относительности то есть было решено изъять из физики понятия эфир ну естественно они стали искать физика для выполнения такой работы и нашли его нашли его через своего родственника оппенгеймера банкира оппенгеймера мать альберта эйнштейна в тот момент работала воспитательницей в семье банкира оппенгеймера который прекрасно знал что ее сын интересуется физикой книга по эйнштейна рассказано много о мать о матери эйнштейна она очень заботилась о своем сыне и пыталась его пристроить найти ему заработок и вот нашла ему такую работу который с которой он успешно справился спецоперация по внедрению в науку теории относительности энштейна была успешно реализована смешаны несовместимые понятия в том числе пространство и время что изначально является грубейшей философской ошибкой область применения теории относительности это единственная точка когда скорость равна нулю вот тогда действительно работает ну что такое за теория для одной точки когда скорость равна нулю и при этом мы обобщили на то что это на любую скорость то есть опять сделана ошибка обобщения теория относительности является заказной теорией и главная цель этой теории не истина а попытка запретить физике понятия эфира чтобы не дать возможность развивать технологии которые стал внедрять в практику тесла потому что любая страна имея предостаточное количество бесплатной энергии станет действительно независимой и группа банкиров стремящихся к новому мировому порядку лишиться власти вот эти властвующие семейства потеряли бы часть своей власти потому что нефтегаз еще раз это прежде всего власть деньги для них имеют второстепенное значение потому что они владельцы федерального резерва и могут печатать денег сколько сколько им вздумывается знаете вот такая ситуация а у